40 тысяч долларов гроз за 30 дней. Отличные деньги. Сейчас я вам расскажу цифры за год, начиная от 6 августа 2018 года до сегодняшнего дня, это уже октябрь, будет больше года, какие были грозы, затраты и прибыль в овнерском траке. Я отработал овнером. Но сначала я расскажу о том, почему я стал овнером. Пришел в кино сегодня, Терминатора показывают. Не знаю. А кто последний в очереди? Лишнего билетика нету? Бедным офисным работникам. Да, да, да. Бедным офисным работникам. Бедным офисным. Ну а что, приходится какой-то суппор делать, да? Угу. Ну, все. И там качество видео, ну а телефон новый? Телефон старый. Телефон старый. Новый это у вас у овнеровы, у нас, у нищебродов, еще это, Nokia 3310. Более года назад я купил себе трак и стал овнером и расскажу овнером не владельцам компании, а владельцам трака в кредит. Потому что полноценный овнер это трак, когда уже выплачен, а когда трак еще кредит, он принадлежит тому, кто вас кредитует. Расскажу свои мысли, почему я решил стать овнером. Потому что именно сама цель и мотив покупки трака у каждого разные. И нужно понимать, ваши цели оправдаются или не оправдаются. Потому что сейчас у меня знакомые собираются покупать, думают. И давайте разберемся, какие мотивы бывают в покупке трака и насколько эти ожидания могут исполниться. Значит, я скажу про свои мысли, как изначально я к этому шел. Значит, отработав более года компани драйвером, у меня были мысли о том, что дальше. То есть, чем дальше заниматься. Можно поменять вид прицепа, пойти, например, на flatbed. Но, скажу честно, мне не хотелось работать на flatbed. Потому что грязная работа, я все-таки люблю чистоту. Поэтому для меня конкретно, в моем случае, этот вариант не подходил. Ну и опять же, ну хорошо пошел на flatbed. Ну что, прицеп изменился, работа изменилась. Но как ты работал, так и работаешь. Как крутил руль, так и крутишь. В психологии ничего не поменялось. Можно было пойти в другую компанию. Но опять же... Ну, найдут тебе в другой компании на 2-3 цента больше. Это не космические деньги. 2-3 цента не сделают вас богаче. Да, это немножко больше по итогам года, конечно. Но, опять же, просто так 2-3 цента никто не даст сверху. 5 центов, тем более, сверху просто так никто не даст. Значит, ну, либо будет больше работы. Либо они эти деньги заберут на чем-то другом. То есть, на чем-то другом где-то подэкономят, где-то лишний раз оштрафуют. Не важно. Ну, в общем, в любом случае, найдут способ, как эти деньги забрать. Просто так деньги в Америке никто никому не дает. Я это понимаю. Поэтому менять компанию шило на мыло или там... Да и, в принципе, работая в компании «Алвил», которой я работаю уже 2 года, через 5 дней уже будет ровно 2 года, как я работаю в компании, меня все устраивает не без нюансов, как для компани-драйвера, не без нюансов, как для Овнера. Но в любой работе есть нюансы, поэтому... Позже позвоню. И я так подумал, что нет, менять компанию не будем. Тогда что дальше? Может быть, уйти с тракова бизнеса, пойти там какое-то обучение, может быть, не знаю. Но опять, а какое обучение? На кого? На парикмахера, на косметолога или на кого? Неинтересно. Тогда автоматически можно оставаться работать дальше компани-драйвером. Но сколько... Вопрос следующий. Собираюсь ли я всю жизнь крутить баранку? Нет, не собираюсь. Тогда сколько еще работать компани-драйвером? Еще год, еще 2 года, 5? Где эта планка? Что изменится от того, что я дальше? Потому что для меня важнее не сами деньги, для меня важен процесс. То есть, что-то делать, что-то делать новое, что-то делать интересное. Для того, чтобы пикап-трак нужно сделать annual inspection. Ух ты! Как я так заболтался по телефону. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух я! Как ее отпустить? Извините. Ааа... Нужно сделать annual inspection на этом, на бобики. Бобики эти пикапа называются. Так все очень медленно происходит здесь. Такой текущий, я не знаю... Уже два часа стою. Один уже зануалили сейчас еще. Следующий. Будем зануалить. Ну и вроде как бы автоматически получается, что нужно покупать свой тракт Хочешь не хочешь, выгодно не выгодно Покупать надо, потому что другого выхода нет Мы заложники Тут может быть несколько мотивов То с чего я начинал Если у вас мотив заработать побольше денег Став овновь оператором То это не сюда, побольше денег вы не заработаете Чем компании нравятся Потому что вы будете зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать побольше Каждый месяц там На тысячу, на полторы тысячи долларов больше Потом в один месяц вы отдадите там либо за товинг, либо за ремонт. Либо вы захотите полететь там домой на месяц. И пейменты все сажут. Поэтому больше денег вы не заработаете. То, что вы измените свое сознание. Вы начнете считать не так, как компани драйвер. Каждую неделю. Неделю поработал, посмотрел сколько заработал. Неделю поработал. Овнером вы начнете считать месяцами, годами, в год и годами. То есть сколько вы заработаете на этом траке за 4 года. Точнее за период эксплуатации этого трака. Возможно, первые три года у вас будет заработок такой же, как и компани-драйвер, либо меньше, но в четвертый год может все выстрелить, и вы заработаете на порядок больше. Поэтому, если углубляться в математику, то и вы покупаете трак только для того, чтобы зарабатывать больше денег, то больше денег у вас не стоит. С этой целью нет смысла покупать трак. Если вы покупаете трак для того, чтобы чувствовать себя более свободным, то есть, чтобы ехать тогда, когда хочу, и туда, куда хочу, может быть, отчасти это исполнится, но не исполнится так, как вам кажется. Если вы думаете, что вы будете ехать туда, куда вы хотите, вы ехать туда не будете, потому что это будет просто невыгодно. Вы будете ехать туда, куда вам будет выгодно, потому что вы станете овнером, и вы захотите зарабатывать. Если вы думаете, что вы будете ехать тогда, когда захотите, да, но опять же, это обманчиво. В любом случае, вы будете подвязаны под маркет, под диспетчера, под компанию, которая вас диспетчирует, под пейменты, которые будут над вами висеть, И вы, ну я знаю ребят, которые Покупали траки И две недели работают, две недели отдыхают Долговая яма Растет с неимоверной скоростью Если компани драйверами у них там что-то оставалось Заработать, то Они уходят в минус, 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 минус И они не осознают, потому что Ребята, которые покупают траки Становятся аонорами Они мозги свои не переключают Они не умеют считать деньги Они считают просто гроз Он сделал грозом 16 тысяч за две недели За 19 дней И он думает, что это все его деньги Потом он начинает раздавать, раздавать за дизель, за пеймент За страховки, за аренду трейлера И в итоге у него остается Минус 2000 долларов И он ничего не может понять, потому что он же зарабатывает Он всем сказал, что он зарабатывает 16 А оказывается он не зарабатывает 16 Поэтому Если вы научитесь менять сознание Купив свой трак и став оонером То вам будет более-менее нормально Опять же Поездив год на траке Я являюсь оонером Я скажу, что это более комфортно В психологическом плане Это просто более комфортно Обратно в компани Даже если это будет на больше деньги Не хочется Потому что Ну это не из-за денег И именно из-за самого самочувствия Ты все-таки Ну Немножко там Вроде бы как бы Бизнесмен Хотя я даже не могу сказать Что это бизнесмен Потому что на маркет В принципе Оонер-оператор Никак не влияет Вы можете сэкономить на дизеле Заправляться на более дешевых заправках Вы можете сэкономить на платных дорогах Объезжая их Но особо на маркет Вы никак не повлияете Поэтому Бизнесмен Но с натяжечкой Ну вроде бы бизнесмен Ну вроде бы с натяжкой Неоднозначно Давно не делал рекламу Давно не укладывал видео Потому что Какой-то период времени Не было траков свободных Перестали покупать И Никто не увольнялся Значит Еще купили траков немножко Еще Люди начинают на зиму уезжать На родину Или просто на зиму Перестают работать Потому что боятся снега Или потому что У них много денег И они могут себе позволить Отработав 9 месяцев 3 месяца Не работать Поэтому Как всегда Мой номер телефона В описании к этому видео И Кто хочет На Рифер На Драйвен На Флэтбет На Канистогу На Кархоллер Вы можете позвонить мне Либо написать мне И Я вам расскажу какие условия Если вас они устроят Вы сможете Найти работу А если вам не нужна работа То не звоните А если Вам не понравятся условия После того как вы позвонили Вы можете позвонить в другую компанию И пойти работать в другую компанию Все очень просто Вопрос для меня Именно следующего шага в жизни Я работал Был на тот момент Я был компани драйвером Следующий шаг Это Honor Operator Купил трак Купил трейлер Ездишь Смотришь дальше Присматриваешься К американской жизни Адаптируешься Продолжаешь адаптацию Потому что Вы не можете купить сразу 10 траков Вы не можете купить сразу 20 траков Вам нужно с чего-то начать Нужно делать этот маленький шаг И вот этот маленький шаг Это покупка своего трака После того как вы купили свой трак Даже если Это Пойдет вам в убыток Вы для себя сможете принять решение Нужно ли вам еще 10 траков Или вам вообще этот траковый бизнес не нужен Или вам нужно вообще вернуться обратно в компанию Но Что бы вам не рассказывали Что бы вам не обещали Ваши знакомые Друзья Они вам на рассказывают И наобещают Пока вы сами не попробуете Вы для себя не прочувствуете Потому что тут нужно прочувствовать Одними цифрами И одними словами Это не описать Само самочувствие Ваше это или не ваше Можно к этому прийти Только через покупку трака То есть нырнуть головой И потом пытаться выкарабкаться Выкарабкайтесь Станете Все компании Которые здесь вот все компании Вот здесь вот в округе 100, 200, 300 траков 500 траков Каждый хозяин этой компании Начинал с компани драйвера И потом с обнер-оператора Другого способа нет Никто не становился сначала обнером А потом компани драйвером Все начинали поэтапно Соответственно Если вы хотите дальше как-то расти В жизни и в плане бизнеса То нужно делать этот шаг В любом случае даже в убыток Если вы не хотите Вы просто работаете на траке Чтобы заработать денег И эти деньги отправить Например К себе на родину В Украину В Беларусь Либо вы хотите Насобирать определенную сумму И вернуться на родину Либо вы просто работаете И вот у меня Товарищи С которыми я жил Или знакомые У них цель была просто То есть На водку хватает На еду хватает Купил себе там еще Какую-то иномарку Как мы называем Что еще надо Нет цели Купить свой трак Нет цели развиваться Нет цели отложить Нет Есть и есть Тогда вам лучше работать Компани драйвером Если вы хотите Обеспечивать свою семью Стабильно Потому что трак драйвер Это тоже профессия Это хорошая профессия Трак драйвер Это такая же профессия Как и все другие профессии Как и столер Плотник Полицейский Кухар Не важно Кухар Нет такой профессии Рыбак Есть такая профессия Механик Это тоже профессия Этой профессии В Америке Достаточно Чтобы обеспечивать Себя и свою семью Это профессия Это не просто там Продавец Елочных игрушек Это профессия Которая позволит вам Всю жизнь До самой пенсии Обеспечивать Вашу семью Собирать на пенсию Просто нужно Откладывать на пенсию Это нормально В этом нет ничего Не могут все быть Хозяевами крупных компаний И Для каждого У каждого свой мотив У каждого свои принципы жизни У каждого свои какие-то Внутренние стремления Мое личное стремление А это Видео именно о том О чем я думал Когда покупал трак И о чем я думал Когда покупал трейлер А дальше в видео Я расскажу Какие у меня были Гроссы по итогам года И Как менялось Мое мышление Вот Для меня Мне нужен процесс Потому что я в Украине Занимался бизнесом Одним, вторым Где-то в плюс Где-то в минус Но У кого-то счастье Это конечная цель У кого-то счастье Это Путь К этой цели Вот конкретно у меня Счастье И мне Вносит радость Путь к определенным целям Какой дальше Следующий будет шаг После овнерства Сейчас я работаю На офисе Это уже следующий шаг Какой следующий шаг Будет после офиса Я еще не знаю Придут мысли Буду думать Буду анализировать Свои мысли Я не люблю делать Поспешных и спонтанных Решений И Посмотрим Но Опять же Возвращаясь к тому Что Если вы хотите Покупать свой трак Напишите На листочке Для себя Для чего Вы хотите Покупать Трак И потом Спросите У меня Или дайте Сами себе Ответ Для чего Покупка Трака Дехал на Вольво Забирать Новый трак Для своего Товарища Балабас Аккумуляторы Мертвые Уже час Жду Пока Они их Расчехлят Сегодня В Чикаго Такая снежная Погода Сейчас вроде бы Почистят Я надеюсь Отвезу его Не сильно Приятно Здесь под снегом Стоять Ждать Снег Машина Которая Посыпает Солью Просто Проехала Мимо Посыпала Солью Даже Парковку В этот Супермаркет Не только Основные Дороги А еще Мою машину Вместе С парковкой Итак 6 августа 2018 Я выехал В свой Первый Рейс Вот У меня есть Заратка В которой Записаны Все мои Расходы Все мои Доходы Все мои Рейсы Я все Расписывал Потому что Я знаю Что многие Ребята Из моих Знакомых Они Не ведут Такую Бухгалтерию Или такие Подсчеты Но Для меня Очень важно Понимать Где я трачу Больше нужного И изначально Было Потому что Я был Так сказать Новичком В этом Деле Найти слабые Стороны И Исходя От их Слабых Сторон Сделать Какие-то Выводы Поэтому Первый мой Рейс Был Изъел Гроу Вилледж Иллинойс На Грэндвью Вашингтон За него Платили Пять тысяч Долларов С актеростопом В шаене Сейчас Таких Цен Уже Нету Конечно Сейчас Точно Такой же Груз Спустя Год Будет Стоить Где-то В районе Четырех Тысяч Долларов Спустя Год Ну Или Если Мы Говорим За Август То есть Цены На грузы Упали На 20% При том Что Зарплаты Дизель И все Остальное Не Упали Значит Трак Который Я себе Взял Это Вольво Вайнел 860 На ней Уже Было 6 месяцев Я взял Под выкуп В компании Он Новый Стоит Больше 150 Тысяч Долларов 6-месячный Я взял За 135 Тысяч Долларов На 3 Года В кредит Потому Что Больше Чем На 3 Года Брать Трак Нет Смысла Вы Не Успеете Вы Выплатить До Того Как Он Развалится Вольво И Фредлайнеры Которые Начали Делать 17-18 Года Они Еще Хуже Чем Те Которые 14-го 15-го 16-го Они Просто На ходу Разваливаются Поэтому Если Вы Планируете Брать Трак То Передет Только На 3 Года 4-5 Лет Вы Просто Не Успеете Последний Год Придет Нежданно Негаданно У вас По кредиту Еще Будет 40 тысяч Долларов Которые Нужно Будет Выплатить Вам Взять 40 тысяч Долларов Отнести В банк Чтобы Продать Свой Трак За 30 Очень Много Будет Геморроя И проблем Следующий Груз У меня Был С Яким Вашингтон Второй Пикап Был Села Вашингтон И я Поехал На Коннектикут Это В районе 3000 Миль И заплатили Мне 6900 Сейчас За Такой Груз Платят В районе Пяти С Долго Вот Один Груз Села Это Калифорния Тома Вискантин Получается 4400 Цены Отличные Были В итоге За 30 дней Я работал Овнером И Продолжал Стажировать Студентов Поэтому Я ездил Весь месяц В Тиме У меня было Два Лукбука И у меня Была Возможность Проехать Больше Я проехал 18000 Миль За 30 Дней Ну Это Все Практически Было В Тиме За За это время Я сделал Груз 400000 Долларов Это Очень Хорошие Деньги Забегая Наперед Скажу Что Я Больше Никогда Такой Груз Не Делал И Даже Близко К Такой Цифре Не Приближался Потому Что Уже В сентябре Рынок Обвалился И Больше Не Поднимался На тот Уровень Я Только Один Месяц Успел Как Говорит Мой Товарищ Снять Пенку Те Кто Особо Не Успели 40000 Долларов Груз Это По 220 За Милю Растраты За Этот Месяц Фьюл 100000 Долларов На 18000 Мил Это Много Объясню Почему Потому Что На тот Момент Я Еще Не Знал Что Имеет Смысл Открыть Свою Фьюл Кар И Экономить На Дизеле Когда У тебя Есть Фьюл Кар Там Есть Хорошие Скидки Поэтому Дизельная Карта То Дизель Был бы Стоил Для Мне Не 100000 Долларов А Где 9 Может Быть Даже 8 800 Может Быть Плюс Я Ездил 70 72 У меня Трак Не Был Заблокирован И У меня Очень Большой Расход Был Поэтому Позднее Я Уже Понял Что Нужно Ездить 66 65 Максимум 67 И Еще Около 5 Процентов Экономится То Если Если Бо Ездил Это Расстояние Со Скоростью 66 Миль Час То У меня Я Еще 500 Долларов Сэкономил То 1000 Плюс 500 Уже Полторы Можно Было Сэкономить На Тех Вещах Которые Я Просто Не Знал Так Значит 10 Процентов Дэш Компании Т4 10 Плюс 4 14 Расходы 4000 Payment За Трак Это 18 2000 Долларов Аренда Трейлера Рифера У меня Был Новый Рифер Поэтому Такая Цена С Мото Часами Совсем Амортизация Я сразу Считаю Две Это Уже 20 Толы 700 Долларов Это 21 Вместе С Заменой Масла 300 Долларов Было Вроде Бы Все Вроде Бы Все Чистыми Вышло В районе 15 Тысяч Доллар За Трак Я давал Down Payment 25 Тысяч Долларов 15 Тысяч Долларов За Месяц Это Отличные Деньги И Где-то Уже На Горизонте Вырисовалось Думаю Может быть Выплачу Трак Не за Три Года А за Два Думал Я На Тот Момент Если Я забыл Какую-то Статью Расходов Я прошу Прощения Потому Что Первый Месяц Это Как-то Некрасиво Опять же Я скажу Вы знаете Как я работаю Кто смотрит Мой канал Я работал Без выходных Поэтому Кто не может Работать Без выходных Или кто Собирается Работать Три недели Неделю Отдыхать То Это Сразу Делите Напополам Сентябрь Я проехал 11 тысяч Миль Гроз был 24 То есть По 2.30 За милю Дизель У меня Был 64 Сентябрь Толы 200 Долларов Страховка 2000 Долларов Payment За трак 4000 Долларов 10% Компании Чистыми У меня осталось 9700 Сентябрь Я тоже работал Без выходных Потому что У меня была такая Мышлян Даунпеймент Сразу отбить Который Я вкинул А потом Жизнь станет Легче Сентябрь У меня еще Карточка FuelCard Не пришла Потому что Я пока все Почитал Пока ее Заказал Пока она Пришла Она пришла Только там Грубо говоря 1 октября Я не успел Поэтому у меня Получалось 60 центов За милю Расходы на дизель Притом Столетний дизель Дешевле зимнего Но это Опять же Скажу просто Пару грузов В сентябре Что по чем Стоило Для примера Для примера Просто открою Любой Абердин Саус Дакота Чикаго 2600 И там был Лайовер 250 Это хороший груз Но там было 900 миль Плюс 400 миль Дэдхэдом Получается Где-то По 2 доллара За милю Что у нас есть Эукулер Мичиган Шампейн Ильиной 950 долларов Но это там 350 миль Гринвилл Миссисипи Киноша Вискансин 1900 Янаполис Индиана Джексон Миссисипи 2000 долларов Бриведер Линой Винтер Хевен Ага Я 2350 Так Переходим На октябрь То есть В принципе Первый месяц Было 15 Во втором Десятка Но опять же Если вы посчитаете 18 тысяч миль В августе По 65 центов За милю Как у Компани драйвера То я бы Как компани драйвером За 18 тысяч миль Заработал бы 13500 где-то То есть Несмотря на то Что я был Овнер У меня был 40 тысяч гроз В сравнении С зарплатой Компани драйвера По 65 центов Я заработал Всего-навсего На полторы тысячи Долларов больше А если брать Уже сентябрь То за 11 тысяч миль По 65 центов Я бы заработал 6500 Где-то 7300 А я заработал 9400 2000 долларов Больше Как бы Есть разница Так Октябрь Что у нас получилось В октябре Гроз 26800 Дизель 7420 Вот здесь уже У меня пошел Дизель Со скидкой Толл 100 ПМН Драк 4000 12700 миль Где-то По 2.10 За милю Страховка 2000 Компании 10% Понятно На ремонт У меня ушло 1717 Я не помню Что это я покупал У меня не записано 1700 Мне кажется Что я Поставил Два передних Новых колеса На трак Может быть Что-то еще По мелочи Ушло 1700 долларов Заработок Получился 8620 8620 За 13000 Миль По 65 Центов Компании Драйвером Я заработал Ровно Столько Так Дальше Поехали Ноябрь Цифры Кто ездит Туда эти цифры Понимает Кто не ездит Туда эти цифры Все равно Не поймет Груз С Вашингтона Два пикапа На кентаки 6350 Это хорошее Сейчас таки Грузов даже нету Даже сейчас Намного Все дешевле Лексингтон Кентакки Йорк Пенсильвания Полторы Эрия Пенсильвания Чикаго И Иллиной 800 Но это Доллар Десять Домилю Так Тут Перед Сенс Гивен Дэй Был Какой-то Неплохой Груз С Мичигэна На Норс Карлайна 3500 Но это Был Потому что Сенс Гивен Дэй И там Долларов На 300 Больше Заплатили Чем Положено Гранд Айленд Небрас Маршал Вилл Норс Карлайна 4600 Тут уже проблема Началась Перед временем Даже не так С ценами На грузы Как с тем Что Очень долго Ждешь Пока такой Груз появится То есть Можно было Сутки простоять Чтобы взять Хороший груз И Это была Проблема Больше Чем Сама Цена Так За ноябрь У нас Получилось Груз Тридцатка Это хороший Груз Дизель 7500 Это со скидкой Я уже экономил На дизеле Нормально Страховка 2 Уже Получалось У меня Не 58 Не 60 Центов За милю На дизель А 52 Цента За милю Компании 10% Payment За трак 4 тысячи Долларов Страховка 2 тысячи Долларов Когда я говорю Это страховка За трак Трейлер Лиабилити Иншуранс И Месячные платежи За лутбук И такие мелочи За бухгалтерские услуги Ифта не посчитана Ифту считают Раз в 3 месяца Она где-то 600 долларов Получается То есть Можно по 200 долларов На месяц В середнем Скидывать на ифту Регистрация Еще плюс 200 долларов В месяц Стоит регистрация В среднем В месяц Так И получился Заработок За ноябрь 13 тысяч долларов За За Сколько миль Не вижу А вот 15 тысяч миль 14 580 Если посчитать По 65 центов То На 4 на 5 тысяч Больше чем Компани драйвер Я поэтому Пошел и купил Рифер Я купил Рифер бушный 2010 года За 22 тысячи долларов Полторы тысячи долларов Регистрации Это 23 500 И на ремонт Я сразу потратил Две с половиной Нужно было подушки Поменять там СКМ И Что там Нужно было его подделать В общем Он мне обошелся Где-то 25-26 тысяч долларов Потому что Здесь уже нету аренды За В ноябре уже нету аренды За Рифер Потому что Ну я его уже купил Я уже вложил 25 тысяч долларов В свои деньги Поэтому все что я заработал За август Сентябрь И октябрь Я сразу Вложил Потому что Первая статья расходов Это дизель Я ее уменьшил Из-за того Что у меня появилась Скидочная карта Вторая большая статья расходов Это Расходы на аренду Рифера Естественно Ну если вы хотите заниматься И бизнесом И развиваться В этом деле Вы на арендованном Прицепе Ездить нет смысла Ну это просто Бессмысленно Поэтому Декабрь Декабрь обычно считается Жирным месяцем Ну вот я видел Клэвидс Нью-Мексико На Бонавилл Миссисипи Там было 250 миль Дэдхеда У меня Мне жали 2200 Просто Грузы на вскидку Я уже не помню Кексингтон А Лексингтон Теннесси Бутфорд Джорджия 1000 долларов Не нужно было в Джорджию заехать Поэтому я взял такой груз Вообще В Джорджию и Флориду На рефере там Нечего делать Оттуда обычно Пустой поднимаешься Кстати я потом И поднялся за 400 долларов На Чикаго 400 долларов За 700 миль По 50 центов Бальведер Гренвью 4800 И таких уже грузов нету И Наверное Никогда не будет Монитор Вашингтон Винтерсвилл Огайо 6850 Это уже было Крисмас 24 декабря В этом году Открыл балкон Чтобы запустить Немного Зимнего Свежего воздуха Что такие цены Будут В принципе Как бы Елгрон Так Это понятно И С Ричленда Вашингтон На селом Вирджиния 6500 Это Где-то вроде 3000 миль В итоге У меня Получился ГРОС 30 Но я Работал даже не 30 дней Тридцать три дня С первого Со второго декабря По 5 января ГРОС Получился Тридцатка А затраты 10 Почему не расписано С 12 05 По 01 07 ГРОС 30 Страховка Две Компании Три Фьюл 7 Трак 4 14000 Миль То есть По 225 Я купил Новый инвертер 250 долларов Я купил Вабасту 1000 долларов Без установки Замена масла Там 500 Страховка Компания Фьюл Трак Миль В общем числями У меня осталось 10 тысяч долларов После всех расходов При грозе 30 Немножко я А Да Потому что я Потратил на ремонт Рифера Я написал Это в декабрь У меня В ноябре В октябре Не было вложено Поэтому Я вписал В декабрь В январе У меня что было Резина Одно колесо 400 Дворники Два колеса На драйве Фьюл Фильтр Регистрация 1900 Так В феврале Я не работал Я был весь месяц В В Майами Я отдыхал Весь февраль На драке Ездил мой товарищ Все что я заработал Я отдал ему Я себе ничего не оставил Поэтому Нет смысла Говорить за февраль Я там даже не вел учет В январе Груз Был До января 28600 14000 миль По 2 доллара за миль Вы уже начали ездить Фьюл 7500 Потому что зимний день дороже Страховка Две компании Регистрация Ремонт Был 2000 долларов Я не помню уже какой был ремонт Написано 2000 долларов То есть чистыми я заработал За январь 8200 Но это я работал Опять же Перед своим длинным отпуском 30 дней Поэтому считайте Что все цифры Которые я никогда не брал Отпуск До исключения февраля Больше чем на 3 дня в месяц Поэтому все эти цифры Они может быть Очень так сладко звучат Но Тут нужно Работать И при этом Я иногда брал студентов И Иногда работал Как бы Тимом То есть какой-то Как минимум Один-два груза в месяц Тимовские были Поэтому Считайте Что я даже Не 30 дней работал А 32 дня работал В месяц 33 Если учитывать Что я Работал не один Так В феврале Понятное дело Что ничего нету Я вернулся 6 марта Первый груз С Чикаго На Нью-Мексико 3600 Сейчас Сейчас За такой груз Платят По-моему 3300 Но Дело в том Что сейчас Зимой В Нью-Мексико И делать нечего Так С Тексиса На кино Шу Вискансин 1700 И за март У нас получил Я как обещал Видео долгое Но я как обещал Вам все цифры Расписываю Чтобы потом Не получилось Каких-то Недопониманий За март Что у нас получается Груз 25700 Это за 34 дня Это до 9 апреля С 5 марта Чувствуете Насколько Упала Ситуация В марте За февраль Я промолчал Фил 7000 13300 миль То есть Это получается Уже По 1,95 За милю А не по 2,20 Как это было Потому что Февраль Март И все И март Апрель Это было Просто Дно Штраф У меня был Потом 500 долларов Резина 900 Замена Масла Плюс трейлер 900 Я зацепил Свой трейлер Ремонт Мне обошелся Там 600 Нужно было Подзаделать Компания Страховка 2000 Трак Чистыми Осталось Мне 7000 долларов За 34 дня Это меньше Чем у Компани Драйвера То есть Вот уже В марте Месяца я заработал Как оунер Меньше чем Компани Драйвер За такой же Период Времени Потому что Компания Может платить Себе в минус Я же Сам себе В минус Платить не могу Можете посчитать Что 13300 миль По 65 центов Это 8500 долларов А я получил 7 На 1500 Долларов Меньше чем Компани Драйвер За такой же Период Времени Дальше Пошел Апрель Где грузы Я что Отдыхал Что ли Так Апрель 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 Никому не верю Значит У нас С 9 апреля По 9 мая Гросс 26700 По 2 доллара За милью Я ездил 13400 миль Страховка Значит Я уже Оформил Свою страховку У меня уже Была не Компанейская И я Сразу За нее Заплатил Даунпеймент 1000 долларов В общем Она по цене Такая же Как и Компанейская Просто Уже Немножко Другая Математика Поэтому Можно считать Как раньше По 2000 Компании Трак Месячный Платеж Сенсюра 2000 Ифта Масло Плюс колесо Какое-то Я менял 600 Так Толы 250 Зарплата 8 450 Это За 30 дней Без выходных И это За 13400 Миль Опять же В пересчете На зарплату Компани Драйвера Можно Пересчитать Увидеть Что Компани Драйвер Получил бы 8 500 За те же Самые Мили То есть На сотку Больше Чем я Грубо говоря Май Апрель Был слабенький Июнь Был неплохой Я в мае Просто отдыхал 6 дней Ко мне друг Приезжал Нужно было Его встретить Помочь ему Немножко Первые дни И я Не работал Что-то Перед времени Уже 20 минут Видео В общем Что я хочу Скать По поводу Овнерства Это неплохо И нехорошо Это как Минимум Интересно Для меня На данном Этапе Это больше Неинтересно Потому что Я год Работал Овнером Мне больше Это неинтересно Поэтому Я хочу Продать свой Трак Поэтому Я выставил На продажу Я хочу Продать свой Рифер Поэтому Я выставил Его На продажу Кто-то Если вы Кто-то Хочет купить Трак Либо Кто-то Хочет купить Рифер Рифер 2010 Года 14000 Часов На нем Накручено Я не знаю Почему так мало Просто Наверное Кто-то ездил На стартонстопе Потому что Я его Не новым Купил Он будет стоить 20 Рифер Это Utility Carrier Unit А Трак Будет стоить В районе Сотки С пробегом 270 тысяч Миль Вольво Ну как бы Все работает Все ездит Сейчас уже Последние Три месяца Ездит Драйвер По большому счету Чтоб не сглазить Ездит И ездит Продам Трак Хорошо Не продам Тоже хорошо Потому что Есть кому ездить Парень зарабатывает Себе деньги Трак выплачивается Потихоньку Что-то мне иногда Остается Но Я продаю Не потому что Хочу больше Зарабатывать Или меньше Я просто не хочу Чтобы у меня была Это головная боль Или Такие вопросы В виде трака То есть Тут вопрос Не в деньгах А вопрос в морали Я для себя Принял решение После года работы Овнером Что я не хочу Компанию В которой будет Там 10, 20, 30, 40 траков Мне это не интересно Кто-то Поработал Овнер оператором Принял решение Купить еще Один, два, пять Траков Посадить драйверов И Ну развиваться Строить большие компании Кому-то это зашло Мне это не зашло Мне это не интересно Потому что Большая Психологическая Нагрузка Бракера Вставляют Постоянно Диспетчеров Диспетчера По этой причине Вставляют Драйверов Потому что Бракера Их дурят Напряжение Поломки Простое Все это Очень сильно Давит на меня И мне это Просто Не приносит Удовольствие И комфорта Я не вижу Смысла То есть Тут вопрос Не в деньгах Вопрос В счастье И в радости Мне интереснее Как менеджеру Развивать чужой бизнес Я этим занимался В Украине В свое время У меня был свой бизнес И я развивал чужой бизнес И в Америке Мне интереснее Развивать чужой бизнес Есть люди Менеджеры Таких я Есть люди Бизнесмены Такие например Как наши боссы Есть люди Предприниматели Которые постоянно Придумывают Какие-то новые идеи Что-то придумывают Развивают Придумывают Опять новое Прогорают У каждого Свой путь У каждого Свой стиль У каждого Своя мораль Не могут быть Все одинаковыми И все люди разные Каждый Должен познать себя Понять Что ему приносит Удовольствие И радость И исходя из этого Принимать жизненные решения Я попробовал Увидел Мне не зашло Если я не продам трак И цены на грузы Поднимутся Значит хорошо Значит я буду зарабатывать Не продам трак Цены на грузы Не поднимутся Значит будет Плюс-минус ноль Если цены на грузы Опустятся То Это будет уже Плохой вариант Продам трак Значит Полечу на Гавайи И куплю себе Порш Каен Не продам Значит пока что Не куплю себе Порш Каен Все просто Жизнь Достаточно простая штука И не стоит ее усложнять Прошу прощения За столь длинное видео Надеюсь Оно будет полезным Для будущих Трак-драйверов У которых есть впереди Какие-то цели И перспективы Чуть бы я не забыл Если кто-то Хочет купить трак Либо Если я не ошибаюсь А Билл оф сейл Билл оф сейл Я могу купить Билл оф сейл С этим билл оф сейлом Вы пойдете в банк Но вы должны быть уверены Что банк вам даст кредит Что у вас хорошая кредитная история Поэтому лично я кредитовать Никого не собираюсь Вам нужно У вас должны быть деньги На даунпеймент Минимум 15 тысяч долларов Если вы собираетесь покупать трак Неважно у меня Либо у кого-то Ну вообще Если вы собираетесь покупать трак Вам нужно Иметь хорошую кредитную историю И Иметь хорошее отношение С своим банком Чтобы вам дали Хотя бы под 10% Максимум 11% На больше процентов Нет смысла даже брать Заморачиваться Поэтому Единственное что можно Допустим Даже если вы возьмете под 13% Вы потом можете сделать Рефинансирование Через год Если вы будете нормально платить То вам процент понизит Просто Просто прийти с бухты Барахты Взять трак И бегать На всех углах Кричать Я оунер Я оунер Никто За то что вы Купили себе трак Бабки Вам не начнет В карманы Ложить Потому что Здесь нужно будет Вкалывать Немножко по другому И Немножко по другому Жить Потихоньку Готовятся К Дни благодарения И к Хэллоуину Деньги Спасибо за субтитры Продолжение следует...